Ребята, сегодня мы посмотрим с вами все секреты, которые есть в Хлеву, в Брукхейвен. Там очень много интересных секретов, которые я хочу вам показать, поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Начнём, ребята, с того, что поедем в этот Хлев, или как он ещё называется, ферма, да? Ну, вообще, это Барн, Барн переводится как ферма, поэтому мы едем туда с вами. Возьмём любую тачку, ребята, я не хочу брать пока что Мистери Машин, потому что, как бы, мы ничего мистического пока с вами не смотрим, да? Поэтому, так, давайте поставим скорость, ну, какая вообще тут скорость, 50, наверное, да? Ну, давайте, 50 нормально будет. Итак, двигаем с вами в Хлев. Пока мы туда едем, ребята, не забывайте, что у меня есть Twitch-канал, где я стримлю каждый божий день. Сейчас мы играем там в Майнкрафт, мы играем ещё там в разные игры, поэтому залетайте, играйте со мной, общайтесь, и будет очень интересно, ссылочка в описании, либо в закреплённом комментарии. Ну, а мы с вами уже приехали сюда, и тут мы, ребята, задаёмся себе вопросом. Какие вообще, в принципе, секреты хранить себе вот эта локация? На самом деле их тут очень много, и на самом деле они очень-очень интересные. Я думаю, ребята, вы все прекрасно знаете. Начнём мы с секрета, ребята, который у нас находится вот здесь. Это у нас секрет с пугалом, да, ребят, секрет с пугалом. Что нам для этого нужно сделать? Для этого мы с вами вырубаем 6 утра, и дожидаемся 8.30 утра. Но уже в 7 утра начинается лютый какой-то движняк здесь, вы сейчас всё увидите. Это будет первый секрет, и самый, наверное, крутой и последний, который добавили в игру. Его давно здесь не было. Обнова, кстати, в Брукхейн давно не выходила, ребята, прям уже несколько месяцев. Ну, месяц точно не было обновы, и я надеюсь, что вот-вот нам выйдет новая обнова, и наконец-то мы поймём, что там с этим порталом. И я думаю, знаете, что в Брукхейн не выходит пока обнова, потому что, скорее всего, все ждут, да, вот этот портал, открытия, да, обновы, которые откроют этот портал. И, скорее всего, слишком много работы для этого, и вот мы так долго ждём. Но я надеюсь, что это так. Не то, что мы ждём 2 месяца, нам просто добавят какой-то дом, блин. Ладно, смотрите, сейчас 6.44 утра. Что произойдёт в 7 утра? Ребят, вы сейчас всё увидите. Вниманием, давайте я сделаю погромче. Ну, это чересчур уже громко, блин. Короче, в 6.54, и сейчас в 7 утра, ребят, начинается лютое. Ну, типа, какая-то движуха. Короче, вы сейчас всё увидите. Итак, смотрим сюда. На голове у пугала появляется вот такая вот ворона, которая начинает каркать. Сделана она как будто, знаете, из говна, что ли, посмотрите. Ну, мы прям максимально близко на неё смотрим. И нет, звук, кстати, из жопы выходит. Наверное, она кричит жопой своей. Ладно. 7.20, ребята. Самое интересное произойдёт в 8.35, по-моему, либо что-то в этом роде. Мы ждём. Смотрите, она сейчас должна пропасть. В 7.30, скорее всего. Опа! Её нет. Где же она теперь, ребята? А она появляется вот здесь, наверху этого амбара. Смотрите. Наверху этого амбара вы видите вот эту вот птичку. Посмотрите. Она теперь находится здесь. Пишите в комментариях, знали вы про это секрет или нет. Но это ещё не всё. Сейчас мы будем идти дальше. Посмотрите, что здесь происходит. Так. Она должна потом исчезнуть тоже в 8 утра. Сейчас вы увидите. Смотри, 76, 78, 79. И опа! Исчезает в 8 утра. И появляется, ребята, посмотрите где. Опа! Вот здесь она появляется. На фонарике. Это просто капец. Это очень интересный секрет. Но это ещё далеко не конец этого секрета, поверьте мне. Смотрите. 8.14. Через 15 секунд произойдёт что-то очень интересное. Смотрите. 8.20. Она отсюда пропадёт. Смотрите. 8.30. Она должна пропасть. Смотрите внимательно. И... Давай, 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 давай. Ну. Бам! Видите, исчезает. И где она появляется, ребята? Она появляется вот здесь. Видите? Появилась здесь. И теперь мы можем залазить в инвентарь, брать лопату и начинать копать вот здесь. И вы видите, что происходит? Мы копаем, 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 копаем. И в руке у нас появляется вот это вот секретная ключ-карта. Интересная секрета, да? Но это ещё, как видите, не конец секрета. Это всё, ребята, вот здесь, на ферме происходит. Это просто офигеть. Теперь же мы садимся в нашу тачку и двигаем в бункер, ребята. В бункер агентства, который находится у нас возле заправки. Зачем? Потому что там у нас, ребята, есть применение этой карты. Да, то есть мы там можем использовать эту карту. И это очень круто. Давайте заезжаем сюда. Так. Окей. Я уже сделал, ребята, видео по поводу всех секретов в полицейском участке. Да, поэтому обязательно посмотрите, кто не смотрел. Итак, мы берём нашу карту, ребята. И смотрите, что у нас здесь происходит. Мы её прислоняем вот сюда. Опа. И у нас активируется, ребята, секрет. Что за секрет? А секрет, ребята, у нас вот здесь. У нас здесь появляется кнопка, которую можно нажать, но она не нажимается. И я не знаю почему. Я не знаю как, что это можно сделать, но она не нажимается. Вы видите её? Окей. Это очень интересно. Но это далеко не последний секрет, который есть у нас на ферме. Но он один из самых интересных. Что ж, двигаемся дальше. Теперь нам нужно отправиться обратно. Давайте мы ускоримся. Давайте поставим 75. Нам нужно сейчас отправиться обратно в агентство. В какое агентство, блин? В хлеб этот, блин? Хлеб на ферму, короче. Едем на ферму. Вау, 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 вау. Я как обычно, блин. Я как обычно, ребята, езжу как ненормальный, блин. Ладно. Вот мы здесь. И обратите внимание. Да, ля, ты можешь ехать нормально? Чё, дурак? Странно. Очень странно. Ладно. Заезжаем наверх. Заходим, точнее. Поднимаемся. И вот здесь вы видите, ребята, вот эту вот кнопку. На которой мы нажать не можем. Я уже показывал, как её нажать. Поэтому покажу ещё раз. Ребята, мало ли кто не видел видео. Нам её нужно активировать, ребята. Нам её нужно активировать обязательно. Гоним, ребята, в... Я думаю, вы прекрасно знаете, куда мы гоним. Нам нужно подняться вот сюда. Это у нас морг. Или, ну, какая-то скрытая заброшенная больница, агентство, либо что-то в этом роде. Нажимаем на этот постер. Видите, горит. Если горит, значит, мы нажали, значит, всё нормально. Спускаемся вниз. Так, хорошо. И идём вот сюда. Ну, вот здесь у нас, ребята, находится ещё одна секретка. И как раз-таки вот эта бумажка и включает, и активирует вот этот вот хлев. Мы её активируем и бежим дальше. Всё. Теперь мы можем нажать с вами на эту кнопку. Но что эта кнопка вообще, в принципе, делает? Сейчас вы всё узнаете. Так, мы садимся. Аккуратненько. Едем сюда. От этого, ребята, от этой фермы у нас много чего нового открывается в Брукхейвен. Да, поэтому это у нас, как знаете, промежуточный пункт. Но секреты здесь, ребята, реально крутые. Теперь мы можем, ребята, нажать с вами на кнопку. Но перед этим я хочу, чтобы вы посмотрели сюда. Вы здесь что-то видите? Вы видите, ребята, здесь надпись. Угу. Посмотрите, здесь у нас теперь появляется надпись. Давайте возьмём. Так, где она находится-то? Берём бинокль. Давайте прочитаем, что тут написано. Мэдисон. Я опять отправился в будущее, чтобы помочь своему сыну внедриться в агентство. В надежде, что правда восторжествует. Я хочу... Я, точнее, открыл, включил или активировал ТС Левел 1, чтобы помочь тебе замедлить прогресс агентства. Не знаю, что это такое, но, видимо, это как-то надо. Я не знаю. Кстати, мы не видели, как выглядит вообще этот Мэдисон. Это прям вообще капец. И также, ребята, у нас здесь есть вот эта вот кнопка. Мы на неё нажимаем. И после этого у нас активируется ещё что-то. Дайте я проверю, нет ли у нас тут ещё каких-то записок. Так, нет, записок больше нет. Отлично. Всё, мы активируем эту кнопку. Что же эта кнопка вообще активирует? Сейчас вы всё увидите. После того, как вы нажали на эту кнопку, у нас активируется потайное место, ребята. Потайное место. Это просто капец, вы сейчас всё увидите. Так, заезжаем сюда. Так, хорошо. И вот здесь, ребята, мы возвращаемся сюда. И тут у нас открывается вот это вот потайное место. Посмотрите, мы можем на него нажать. И мы продвигаемся дальше по секрету. Это очень крутой, ребят, секрет. Но, к сожалению, на самом деле, это ещё не всё. Это ещё не всё. Есть ещё один секрет. Точнее, секретное применение этой фермы. Но вы сейчас его увидите сами. Она работает только тогда, когда вы активируете здесь дом. Ну, естественно, вы можете это сделать только, когда у вас есть премиум, либо что-то в этом роде. Я не помню. Короче, ставьте любой дом. Например, вот этот. Дом мистера Брукхейвена. Теперь, что вы делаете, ребята? Вы сейчас всё увидите сами, ребята. Вы сейчас всё увидите сами. Это капец. Далее, вы берёте стремяночку какую-нибудь, либо что-то в этом роде. Давайте. Так, где у нас стремяночка? Вот она. Берём стремяночку. Поднимаемся, ребята, наверх. Ой, я не сюда забрался. Вот сюда. Поднимаемся наверх. Вот сюда. И обратите внимание, у нас тут есть проходик. Да что ж такое, блин? Ты можешь нормально залезть-то, блин? Так. Ты издеваешься на дно сегодня или что? Дурачок, блин. Так, ладно, забираемся. Так. И теперь нам нужно просто аккуратненько как-то забраться туда. Я не знаю, как это получится. Может быть, даже не получится, но забраться стоит. Эч! Ага! Воу-воу-воу! Вот так вот, ребята, и живём. Ладно, можно забраться вот так, по-моему. Давайте попробуем. Так, я думал, что я... О, да, смотрите, мы забрались. И смотрите, у нас здесь есть проходик, который ведёт нас вот сюда. Секретный домик на дереве. Обратите внимание, насколько это круто. И тут можно посидеть, ещё что-то сделать. И с помощью него иногда можно забраться в чужие дома. Это прям реально круто. Вы можете написать в комментариях, знали вы про этот секрет или нет. Если вам нравится эта рубрика, напишите в комментариях, какую следующую локацию, какие все секреты следующей локации мне проверить.